Сегодня ночью в CSGO добавили новый режим, где добавили новые две карты и еще некоторые подробности. Сейчас я вам все объясню. Теперь доверенный режим включается по умолчанию. Добавлены новые две карты, мутини и свамп. В десматч матчмейкинг, кэжуал и скромейдж. Хларин и джангл были удалены из официального пула. Пофиксили неправильное количество урона по гранатам по тиммейтам. И взрыв дикоя теперь не наносит урон тиммейтам. Пофиксили некоторые баги и незначительная корректировка поведения бесплотников в денджер зон. Многим эта инфа помогла. Я вам согласен. Вот из-за этого не могла подзывание. Сейчас будет лучше. Прямо сейчас мы на карте под названием свамп. С разработчиком этой карты мы сегодня будем общаться. Большое интервью. Ну по сути, что я могу сказать. Интересная карта. Конечно жаль, что убрали медленную воду. Теперь ты ходишь просто как будто по земле. Примерно так. Давайте я вам покажу все, что тут есть. Это у нас А-сайт. Так. И идем на Б-сайт. Но я больше вам не буду показывать. Сами поиграйте. А вот Б-сайт. Такие вот делишки. Здесь есть идея. И я думаю, что у этой карты есть будущее. Если над ней работать и она зайдет в комьюнити. А сейчас давайте посмотрим вторую карту, которую добавили. Так. Ну она тоже зеленая, кстати говоря. Интересно выглядит. Мне нравится пол. Ну слушайте, такое впечатление, что эта карта уже была. Кстати. Очень красиво выглядит. Правда, очень красиво. Если судить по красоте, мне эта карта больше нравится, честно говоря. Нет. Вот именно по дизайну мне эта карта больше нравится. Я не хочу врате, но здесь FPS у меня меньше, чем на свампе. Без шуток. Интересная карта. Выглядит красиво. Чтобы протестировать, насколько она хороша, опять же, нужно поиграть в нее. Просто говорить на бум я не буду. Заходим на Б-сайт. Он такой маленький. Он очень маленький. Это спавн. Сразу. Можно пойти направо. Этнап. Так. И... А у нас побольше, кстати говоря. И здесь симпатично, симпатично. Но опять же говорю, нужно тренироваться, нужно пробовать. Эти две карты у нас уже на Саби-шоке. Вы можете поиграть у нас. Я вам показал обновление. Ну, а сейчас большое интервью с разработчиком. Карты свамп. Поэтому приступим. Привет, тружище. Привет. Хочу тебя еще раз поздравить. Ну... Это событие. Это событие. Да, да. Это... Как покупка автомобиля, так круче. Ну, да. Как только вышла карта, я через минуту-третье написал в личку ВКонтакте. Ну, быстро, да. Я первый палал? Сразу же после... Нет, ну... Сразу же после тебя. И перед тобой уже были люди, которые писали. Сам первый был Майкл. Это папки с создателем карты Мираж, с которым мы делали. Он первым писал. Так. Этот парень делал карту с человеком, который сделал Мираж. Всеми любимый. Вы понимаете, какие у тебя связи классные. Рассказывай, откуда ты, сколько тебе лет, какое у тебя образование? Меня зовут Сергей. Я из Ижевска. Я отучился в УДГУ. Это Мурский государственный университет. Я получил образование бакалавра на дизайне. И образование магистратуры тоже на дизайне. Сейчас я являюсь ведущим архитектором одноместной крупной строительной компании. Как-то так, в свободное время занимаюсь картами и пытаюсь создавать что-то для нашего сообщества. Карта называется «Болото». Сколько времени ты ее делал? Карта разработалась для конкурса Markov. Он начался в прошлом году, примерно в середине лета или в начале лета. И, соответственно, она была в разработке примерно полгода к февралю. У нас был дедлайн. И, соответственно, в феврале мы полностью отстрелялись. И первая версия этой карты зарелизилась именно когда-то в феврале. При этом плейтесты были намного раньше. И, соответственно, часть сообщества нужно ознакомиться с картой преждевременно. Как появился образ и тематика этой карты? На самом деле мы ставили перед собой несколько задач. Это простая карта. Очень быстрая, тактичная и уникальная. Мы, получается, думали, чем можно удивить сообщество, если все возьмут именно эти задачи перед собой. И пошли от последнего, от уникальности. Уникальность карты в феврале месяце была то, что вода... Была геймплейная механика замедления воды. Мы подумали, можно ли это вообще реализовать. И, действительно, у меня это получилось реализовать. Работала система механика медленной воды. И отсюда ввелось решение. Давай сделаем болото. Потому что новая механика. Ее надо как-то обыграть и обосновать. Были идеи по песчаной карте. Были идеи городской среды. Но вот как замедлить игроков, медленную воду, например, в тех сеттингах, большой вопрос. А в болоте, в принципе, все обыгрывается моим собой. И в болото, так как решение, мне понравилось. И затем мы подумали, какие болота, в принципе, нас окружают. Я посмотрел очень много разных видео по нашим российским лесам, тудрам. Какие болота у нас, например, в России. Смотрел примеры из других стран. И мне прям понравилось мертвое болото в США. Это Луизиана. То есть там где крокодилы, где тина. И где есть очень много тумана. Затем я вспомнил, что похожий уровень я видел в игре Лафа Дет. И я для себя прикинул, что мы можем использовать часть контента из Лафа Дет 2. Для того, чтобы базово на старте сделать хороший layout. И использовать уже некоторые объекты в качестве референсов для будущих моделей. Таким образом, уже на стадии локаута я использовал модели деревьев. Потому что понимал, что именно игроки с ними будут взаимодействовать периодически. И, соответственно, отсюда и вся идея родилась. То есть мы пошли именно от игровой механики и то, как мы ее можем объяснить. Как-то так. Я в первую очередь думаю о эргономике. О том, насколько удобно будет ощущать себя игрок на карте. Я думаю и о навигации. Я думаю о том, где должна происходить боевая линия, например. То есть где игроки должны встретиться с взглядом. И у тебя перестреливаются. И есть ли у них при этом укрытие. То есть с точки зрения эргономики проводился очень большой анализ карты. И некоторые укрытия либо добавлялись, либо вообще убирались с карты. Из-за их перенасыщения, например. А насчет раскидок. У тебя открыты скайбоксы? Скайбокс у меня полузакрытый. Я даже скажу, что в какой-то степени он более закрытый, чем хотелось бы. Это в первую очередь ограничение движка. Потому что я вылез за лимитой игровой движка. Сейчас у меня... Я даже не могу добавить арены 1 на 1 для режима напарников. Они у меня на карте есть. Но я не могу скомпилировать всю сборку карты вместе с ними. Потому что у меня лимиты. Все. Я хочу сразу уточнить. Вот сейчас многие жалуются на FPS. Возможно, это связано с тем, что у тебя лимиты. В первую очередь, да. Я влез в лимиты самого движка. И сейчас действительно есть проблема, при которой... Которую я сейчас решаю. То есть это даже не количество объектов на карте. Это то, что наш движок, Source 1, он не любит полупрозрачные материалы. А поскольку листва, трава, различные веточки, это полупрозрачные материалы, они достаточно дорогие в использовании. При условии, что у меня еще есть вода, которая отражает, это сильно скидает производительность. И несмотря на то, что я очень хорошо разделил карту на небольшие зоны, и они подгружаются только в тот момент, когда игрок находится вблизи них, мы все равно можем встретить посадки под производительностью. И одним из решений на данный момент является попытка либо уменьшить количество некоторых объектов, либо поработать еще немножко над материалами, чтобы их упростить. Это вторая версия карты. Расскажи, что изменилось после первой. После релиза февраля, после того, как конкурс закончился, мы получили массу фидбэка от сообщества, которые участвовали в турнирах на FaceTime, например, в ветке MapCore Hub. Мы решили прислушаться к фидбэку и убрать, например, медленную воду, которая была изначально на карте. Это была геймплейная фишка карты. Это то, что выделяло карту из всей серии массы, которые выходят ежедневно в мастерской. То есть фактически в классическую игру мы добавили что-то новое. Мы придумали систему наказаний и вознаграждений. То есть когда игрок в клатч-моменте понимает, что ему нужно получить более широкий обзор с снайперской винтовки, например, то он мог это сделать, но он жертвовал своей скоростью, своей мобильностью. При этом он также получал возможность ходить без шума в воде. Это как бы была уникальная история. Соответственно, вся карта изначально подстраивалась под эту геймплейную механику. После того, как мы ее убрали, появилась необходимость изменить макет карты. Мы убрали один из центральных проходов на карте, который вел непосредственно к А-пленту. То есть А-плент был фактически на меду. И это кажется очень странным. Но это было и это работало классно. Но в рамках предыдущей версии карты. Соответственно, было вырезано окно с карты. Это было дуальное окно для КТ-игроков. И, соответственно, второй мид являлся дуэльным, как это игроки привыкли видеть на дасте втором или на том же кэше. Когда у игроков есть одинаковые тайминги, они выходят и вот кто умеет стрелять, тот побеждает. Да, в принципе, это основные изменения, которые на карте появились с изменением базовой геймплейной фишки. Как ты рассчитал все тайминги и планировку карты? Тренировка карты рисуется на бумаге. А когда выстраивается первый базовый макет, ты берешь свободного друга. Любого. В любом случае это был Майкл, он создатель карты Мираж. Мы спаунились на одинаковых точках с противоположных сторон и бежали к друг другу встречу. И там, где мы говорили друг другу привет, мы понимали, где у нас располагается тайная линия фронта. Соответственно, если нам что-то не нравилось, и мы считали, что надо отодвинуть тайминг игроков, то есть сделать его позже или ускорить, мы думали, за счет чего мы это можем организовать. Один из вариантов — это двигать спаун игроков, другой вариант — это менять целый проход. В рамках построения карты изначальной стадии менять целые проходы — это не проблема, потому что это все из серых текстур, максимально простых примитивов, и там полная свобода творчества. Когда карта уже собрана, когда она сделана, носить правки в нее очень сложно и очень даже болезненно в какой-то степени. Потому что ты удаляешь собственный руд. Есть ли шанс добавления этой карты в основной маппул с заменой миража или вообще просто, чтобы она была в основном пуле? Есть ли такой шанс? На старте создания карты Я, Майкл, кинул такую базу «Давай сделаем убийцу миража». Это было ради шутки, потому что... Почему нет? Он посмеялся и сказал «Давай». Но мы постарались. Вот то, что мы сделали, мы оба считаем, что карта получилась достойной. Лишь сообщество скажет, сможет ли эта карта побороть легендарный мираж или нет, или заменить одну из классических карт в базовом турнированном пуле. Это только от сообщества влияет. Если сообщество понравится, мы готовы работать над картой. Любой фидбэк, пожалуйста. Мы прислушиваемся, мы анализируем и делаем карту лучше. Есть ли пасхалки на карте, о которых еще никто не знает? На самом деле, большинство пасхалок спалили игроки уже на стадии окончания конкурса Маккора. Да, на карте есть пасхалки. Там есть отсылки на Шрека. Там есть отсылки на то, как мы с Майклом общались на протяжении процесса создания карты. То есть, Майкл, по большей части, был менеджером и аналитиком, который к самой карте, к исходным файлам, никак не прикасался. То есть, этот процесс полностью выезжал на мне. При этом, поскольку он более опытный дизайнер, он давал точечные советы и точечные изменения по карте по тому, как должен справляться тот или иной ящик, например. В случае, если возникали какие-то спорные ситуации. Давай количество пасхалок, чтобы зрители бы нашли, вы написали бы каждую с описанием каждой. Ну, блин. Надо было тебе отдельно это прописать. Хорошо. Сейчас у вас на экране будет количество, поэтому кто напишет первым все пасхалки, что они означают, вы их пишете. В какой программе ты делаешь эти карты? Все карты создаются на движке Source 1. Это 100 достаточно движок. В нем есть утиль, который называется Hammer. Это стандартный редактор уровней, который появился очень давно. Я с ним знаком со времен создания карты 1.6 и с тех времен не сильно изменился. Помимо него я использую программное посещение, например, 3ds Max. Кто-то использует Blender. Мне Max удобно. Еще у меня в копилке есть Adobe Photoshop и Substance Painter. Если из зрителей этого видео кто-то захочет заниматься картами, на этом зарабатывать, какой им нужен компьютер для этого? И какой опыт работы, чтобы сделать карту наподобие твоей последней? Сильный упор будет на процессор. То есть чем мощнее Proz, тем комфортнее вам будет работать. Я вообще работаю на ноутбуке. И первые карты я создавал на ноутбуке DNS, если не ошибаюсь. Там был процессор i7-4770. Ну, неплохой процессор, но он работал отвратительно. И, соответственно, так или иначе карты получалось создавать. Есть ли необходимость покупать компьютер за 100 тысяч? Ну, да, купите. Да, процесс компиляции, именно сборки карты для того, что можно было запустить в игре, ускорится в разы. Но это только комфорт. Большинство крупных проектов по типу MakeCart и болота компилируются порядка 5-6 часов. Так или иначе, вы будете ставить это на ночь, а там уже не имеет значения. Карты компилируются 6 часов или 8 часов. А насчет сколько лет, ну, насчет сколько нужно человеку лет, чтобы такого уровня добиться, расскажешь? Здесь все зависит от аккуратности и желания человека непосредственно слышать и принимать информацию. Я периодически обучаю людей созданию карт. это все делается на чистом энтузиазме для того, чтобы воспитать культуру некое общество, которое хотело бы добиться чего-то большего, чем простых АМК. Но именно желающих создавать качественные карты их не так много и, соответственно, в первую очередь надо хотеть это делать, а как научиться это второй момент. И сколько этого времени подзаймет только зависит от общественного человека. Слушай, я хочу принять участие в развитии твоего твоей культуры, поэтому я оставлю паблик ВКонтакте. Если кому-то интересно, можете подключиться и можете делать комьюнити еще лучше. Когда ты узнал, что твоя карта будет добавлена и какие были обстоятельства? Примерно пару недель назад. По обстоятельствам я просто разговаривал со своим братом по телефону и случайно обновил почту, электронную почту и увидел то, что увидел. Ну, потеря речи, восторг. Затем я зашел в твиттер и я понял, что Майкл просто не в себя отчасти тоже пишет. Там просто заспамлено такая, очень много текста заспамлено от Майкла. Мимаем мемасики по Шреку и так далее. Ну и последний вопрос это про заработок. Многие, может быть, не знали, но это лютый слух, но это правда. Создавая карты, вы можете на этом зарабатывать. Но подробности мы не будем озвучивать, потому что это неправильно. Мы сразу можем сказать, что это работает по аренде. То есть, пока карта существует в мапуле, разработчик получает какой-то процент. Никакие проценты, никакие точные фиксированные суммы я вам не назову, и никто из разработчиков это не сделает. Такие дела. Это все в контракте. На самом деле, даже разработчики не знают этих сумм. Ты даже примерно не знаешь, сколько ты будешь зарабатывать? Мне неинтересно. В первую очередь, я делал это для игроков. Это респектища, чуваки. За этот респект, мне кажется, надо зайти и посмотреть эту карту. Посмотреть, что делали ребята полгода. Это достойная работа. И мы сегодня добавим на собежок эту карту. Поэтому прямо сейчас можешь зайти и играть у нас не на мочемыкинге 64 декретом, да? Ну да, конечно. Ну да, конечно. А у нас 28. Все, ребят, спасибо большое тебе, дружище, за такое лютое интервью. Надеюсь, карта добавится в основном Мампул, убьет Мираж, который я не хочу, чтобы убивали. Не хочу, но придется. Я надеюсь, вам понравилось это интервью. Ссылочки на все социальные сети есть в описании. Можете подписываться, следить. Может быть, кто-то из вас станет разработчиком карты. С вами был Яшок и Сергей Морозов. Сергей Морозов. Всем пока. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забудьте подписаться. Нас совсем скоро уже 8 миллионов. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok